Среда, 22-й седмицы по Пятидесятнице, 47-е зачало Евангелие от Луки. Когда же все девились всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам Своим, «Вложите вы себе в уши слова Сии, сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова Сего, и оно было закрыто от них. Так что они не постигли его, а спросить его о всем слове боялись. Пришла же и мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышления, сердец их взял в дитя, поставил его пред собой и сказал им, кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня принимает, а кто примет Меня, тот принимает пославшего Меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик. В данном тексте Евангелия от Луки опять же говорится о том, что Господь снова открывает ученикам Своим о грядущем страдании. Сын человеческий будет предан в руки человеческие. Предание в руки человеческие имеет символическое значение быть надруганным, униженным и казненным от людей. Но, как говорит Писание, не поняли этого слова. Здесь есть интересный термин, который как бы объясняет, что было отсутствие понимания слов, сказанных Спасителем. И оно, то есть слово, было закрыто от них. Удивительно, ведь явно прозвучали слова. Ученики поняли, что говорится, и при этом понимание было закрыто от них. Как часто бывает, что мы читаем текст, например, евангельский, соборных и апостольских посланий Павловых, и вроде бы как всё понятно в этом тексте. Мы понимаем значение отдельных слов и отдельных предложений, даже целых глав. Но какой-то остаток, самое главное, что можно назвать настоящим пониманием, закрыто. Отсутствует. Почему так происходит? Потому что понимание зависит очень часто от подготовки нашего сердца, нашего ума. Ученики не были готовы к этому, поэтому слово, понимание было закрыто. И дальше объясняется, почему было закрыто. Потому что мыслят они о славе и чести, а не о том, что их Божественный Учитель пострадает. И пока у них такое мышление, пока такие желания, слово о страданиях будет для них закрыто. Когда же откроется для учеников слово Господне о страдании, понимание этого слова? Тогда, когда они сами станут свидетелями и участниками этих трагических событий. Говоря об этом тексте, о закрытии понимания, не могу не вспомнить другие важные места Священного Писания. Очень часто читающие тексты Священного Писания пытаются их интерпретировать, пытаются их соотнести с какими-нибудь процессами современными, но на самом деле понимание закрыто. Речь идёт об ожиданиях, опять же, эскатологического порядка, то есть в конце света и предшествующих этому событию воссорение Антихриста и его войну, борьбу с Церковью Христовой. Как много в наше время говорят и пишут в церковной среде о том, какие есть признаки Антихриста, что является Антихристовым, как расшифровать число Антихриста. Но на самом деле понимание всего этого закрыто. Закрыто для нас. Оно будет открыто только тогда, когда мы уже сами будем непосредственными участниками этих событий. А до этого это лишь мнение в негативном смысле этого слова, то есть мнение, за которым не стоит никакого, по сути, авторитета или духовного знания. В книге «Апокалипсис», когда говорится о числе зверя, так сказано, имеющий мудрость, он поймёт. Но поймёт, будет иметь мудрость тот, кому уже надо это понять. Вот участнику событий. Тогда ему действительно надо понять, дабы не впасть в искушение. И тогда Господь откроет своим ученикам, верным своим, что это будет значить. А если по-другому смотреть, если читать текст просто в отрыве от всего этого, то это будет просто мнение, просто рассуждение. И настоящий смысл предсказаний в данном апокалипсисе будет закрыт. Далее Евангелист говорит. «Пришла же и мысль, кто бы из них был больше». Опять же, именно эта мысль не позволяет им принять и понять слова Спасителя о грядущих страданиях. Смысл закрыт от них, потому что живут они иным, думают они о другом, желают они другого. Они между собой спорят, кто из них больше. И в Священном Писании Нового Завета не раз говорится о том, что среди учеников возникла эта дискуссия. Естественно, она понятна, эта дискуссия. Если мы ещё раз вспомним, ученики, даже близкий круг, а именно 12 апостолов, ожидают от креста воцарение. Мессия как царь славы, как тот, кто будет царствовать, и в этом царствовании его ближайший круг получит возможности тоже разделить эту славу. И если мы вот вспомним эти ожидания иудейские, и в этих же ожиданиях, в координате этих же ожиданий, вплоть до Страстной Седмицы находились и ученики Христовы. И, конечно, тогда понятно, чего они спорят между собой, кто больше будет между ними, когда придёт царствие Мессии. Иисус же, видя помышления сердца, их взял в дитя, поставил его пред собою и сказал им, «Кто примет сие дитя во имя моё, тот меня принимает». Ребёнок, дитя — символ и образ, который не раз использовался в Священном Писании. И в данном случае, как и в целом ряде других случаев, дитя — это символ, образ простоты, чистоты и искренности. Маленький ребёнок даже иногда наивно, ну, вернее, почти всегда наивно может воспринимать какие-нибудь вещи. Но, тем не менее, это чистая наивность, святая наивность. Ребёнок с радостью чем-нибудь может увлечься или с полным сердцем отдаться какому-нибудь своему занятию или какому-нибудь своему желанию. Ребёнок полностью оттожествляет себя с какими-нибудь своими играми, своими желаниями. И вот такое должно быть отношение к принятию христианской веры. Всем сердцем, детским сердцем. Может быть, тоже наивно, но, тем не менее, полностью быть простым в желании принять Христа, а не рассуждать, а не искать какой-нибудь выгоды. И только тогда по-настоящему можно называться христианином. Существует очень древнее церковное предание о том, что ребёнок, которого Христос призвал и поставил посреди учеников, это будущий священномученик Игнатий Антиохийский. Далее Господь говорит, «Кто примет сие дитя во имя моё, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня». Эти слова у пославших, они имеют большое значение. Тема посланничества, она очень существенна для священного писания. И не раз евангелисты, тот же евангелист Матфей, употребляет схожее выражение. То есть, что имеется в виду? Ведь по большому-то счёту, когда кто-то кого-нибудь посылает с миссией, то идущий с миссией выполняет не свою волю, а волю посылающего. И здесь Господь начертал такую линию. Его посылает Отец, а Он посылает апостолов. И кто принимает апостолов, тот принимает пославшего, то есть Христа. Но кто принимает Христа, тот принимает Его Отца, Бога Отца, первую и поставь Пресвятой Троицы. Тема посланничества, она очень важна для понимания Евангелия. Когда кто-то слышит проповедь о Христе и принимает её, он тем самым принимает Христа. Принимая Христа, он принимает Бога. Бога Отца, Бога, который является тем Богом, который возлюбил мир настолько, что, как сказано в Писании, отдал Сына Своего Единородного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok